девчонки и мальчишки пара пара папам добрый день друзья если честно хотела сегодня профилонить и ничего не снимать заниматься своими делами но но никак а почему никак а потому что кто помнит что три дня назад мы надеюсь что мы а не только я засаливали селедку о прикиньте сколько рыбьего жира всплыло и пришла пора ее значит достать почистить и расфасовать я приготовила вот такой вот контейнер я вам говорила что вот такие баночки я не выбрасываю потому что их потом после вторичного использования не жалко утилизировать но утилизировать я никак не утилизирую и нет у нас пока таких как это называется ну когда по разным пакетикам собирают пластик бумага пищевые отходы а потом на особых предприятиях их превращают во вторичное какое-то сырье для следующего производства но надеюсь скоро будет наверное может быть надеюсь тут у меня еще приготовлен чернослив ибо у меня есть в холодильнике творог и надо будет впрок еще приготовить себе утрешние завтраки а это у меня размораживается угадайте что это да 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 те самые пресловутые пупки нет не для меня после сердечек я зареклась готовить субпродукты но кроме печенки конечно потому что я не умею с ними обращаться я не поняла их вкуса вкуса сердечек это я даже и пробовать не хочу просто я в очередной раз вычитала что вот там у какой-то девочки йорк просто за за три четыре пять за все щеки ест вот такие вот субпродукты поэтому я уже давненько купила в глобусе упаковку желудочков и перед употреблением их надо выморозить они у меня вымораживались сейчас одну один одно один желудочек на тонкие тонкие пластинки порежу может быть что-нибудь и съест потому что для меня все еще остается полным квестом полным полной русской рулеткой чем и как кормить этот ребенок не ест ничего абсолютно кстати стол я застелила перед тем как разделывать селедку пищевой пленкой и кстати я эту идею подсыплю что у меня сегодня кстати да кстати ну наверное все кстати эту идею я подцепила у моего зятя представляете мне бы в жизни в голову не пришло уже такой опыт кухонного производства а вот молодежь все таки умудряется чему-то учить он просто перед тем как мы что-то готовили устелил весь стол пленкой потом ее собрал и выкинул и стол чистый а я обычно потом мою смывом там с губкой и прочее прочее вот но молодежь ну более гибкие умы чем у нас да и вот кстати у меня еще размораживается курица все как всегда все той же фирмы с листиком да поставлю варить бульон заморожу пригодится и буду такое как начинаю разговаривать у меня такой кашель но не кашель а как сказать хрипы появляются и буду опять готовить себе куриный что холоде я не помню как я договорилась называть это буду называть куриный холодец да многие подумают что это очень однообразное питание но если честно я в такой степени капризный простите но если честно я в такой степени капризный человек по еде что мне проще обозначить для себя круг каких-то даже не продуктов а блюд которые я буду менять местами там вот допустим завтра или послезавтра будет селедка с винегретом потом будет творог потом будет овся на блин потом будет что там еще год а холодец же собираюсь готовить вот и я хотя бы спокойно но могу местами поменять два раза подряд холодец если мне приспичило ну и прочее поэтому ребята я вам просто как бы ну показываю свое питание вот а вы друзья пожалуйста сами на себя ориентируйтесь но дело в том что почему я еще готовлю впрок да потому что вот например последнее время я что-то абсолютно как-то не в себе и я утром просыпаясь выхожу на кухню там попью водички посижу кофейку хлебну и думаю что же мне поесть у меня в голове яичница яичница я ее в такой степени не хочу это моя лень это моя лень поэтому мне нужно обязательно нужно в общем а сейчас у нас в теме селедка умеете разделывать селедку я не особо хотя когда-то но я все время эту пору называю молодость но это не особо молодость но я имею в виду вот до каких-то определенных времен у меня все время какая-то молодость я и сейчас считаю что я молодая все-таки возраст это как бы понятие физиологическое если мы не очень сильно наблюдаем за годами то мы все время молодые вот например помните я вам рассказывала историю что я считала что глаше 18 лет до тех пор пока меня мой сын не исправил что мама ты уже три года говори что глаше 18 лет а недавно я на бумажке считала сколько же мне лет как раз перед тем как запустить свой канал чтобы не обмануть вас и самой не обмануться значит мне пофиг на этот физиологический возраст главное как чувствую себя я а я себя чувствую очень молодой но не то чтобы знаете 18 и 16 лет но у меня какие-то разнообразные мысли разнообразные желания что мне хочется туда-сюда я очень сильно расстраиваюсь что последние два года я практически почему два почему два то последний год с марта по март да я провела практически в заперти я не была там 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 у нас были большие планы с Ксюшей я собиралась ее пригласить на теплоходике по Москва реке прогуляться мы хотели с ней съездить или в Питер или в Выборг вот сейчас я склоняюсь к Выборгу и буду уже спрашивать дочку сможет ли она нас отправить допустим с Ксюшей где-то ну вот когда начнутся уже каникулы и закончатся майские праздники потому что там будет толпы народа и мне очень хочется погулять с Ксюшей в Выборге пообсуждать прелести а как сказать под ленинградской как правильно называется тем более что Выборг это совершенно особое место я много про него почитала что он остановился как бы в сороковых годах когда он еще был не российским городом вот и после этого у него как бы остановилось развитие и он остался вот таким провинциально историческим очень красивым очень таким медленным там много воды там большая большая вода а воду если Вы слушали меня я обожаю я обожаю воду это в любых ее проявлениях начиная от душа и заканчивая океанами ну что же опять много болтаю я сейчас буквально на 5-10 минут поставлю телефон на подзарядку потому что я в такой степени сегодня не собиралась снимать видео что я даже не подзарядила телефон и будем постепенно разбираться с теми делами которые у меня есть еще тогда уж поговорим на одну тему которую я собиралась поднять не сегодня но подниму сегодня все друзья я все же решила проблему с подзарядкой поставила телефон в пауэрбанк потому что ну это будет слишком долго за это время я взбила творог чтобы его соединить черносливом и потом вот решила все таки продолжить съемку делали вы когда-нибудь из кефира у меня как всегда нулевка он из кефира что-то типа в интернете это называют сметана это конечно не сметана сами понимаете это не знаю что вот у меня для этих целей давным-давно отрезан кусок шторы была у меня такая такой комплект для кухни вот такая газовая тюль и красивые клетчатые шторочки я решила давным-давно от них избавиться и использую в общем отрезала кусочек шторочки для того чтобы это делать что глубокая кастрюлька я использую вот эту в которой варю овощи для салатов поэтому она у меня такая не чищенная и вот такой вот дуршлаг для чего нужна глубокая кастрюлька выливаться жидкости будет более 600 600 600 миллилитров из литра кефира поэтому стоит взять глубокую кастрюльку чтобы дно дуршлага не соприкасалась с жидкостью все что надо сделать слить кефир и оставить его на ночь утром вы получите такую консистенцию густой чего да будет похоже по консистенции на очень-очень густую сметану но это не сметана такая вот как назвать то я не знаю я никак не называю слитый кефир он точно так же не терпит термообработки и сворачивается если вы попытаетесь им заправить суп или что там еще горячее вот он точно так же створожится и будет не очень приятного привкуса но для соуса для винегрета это вполне вполне подходящая масса абсолютно будет нейтральный вкус чем меньше кислотность кефира тем лучше вот это вот образующаяся от слитого кефира масса вы ее можете чем-то украсить разнообразить лучше всего ночь хранить в холодильнике я не знаю поставится ли у меня такого размера кастрюля в холодильник возможно она ночь переспит на балконе хотя вроде тепловата но попробую обязательно сверху накрыть у меня будет просто крышка от кастрюли от этой вот кастрюли накрою крышкой и все и там все это стекает уже много стекло ну что же это пакетик в котором я храню вот тот кусочек месье храните пакетик ну что же селедка господи селедка кстати я тогда заболталась и не сказала когда спросила умеете ли вы разделывать селедку я в принципе не особо ты такой профи но когда вот мы в молодости собирались компаниями и как бы не кто-то кого-то приглашал в гости а мы собирались компании и обычно девочки жены девушки готовили стол мальчики шли добывать да очень долгое время у нас надо было выпивку добывать поездить поискать вот то я напрашивалась чистить селедку не из-за того что я не люблю а из-за того что это сидишь медитируешь да по самые уши во всяких вот там этих самых зато никто тебя не не дергает потому что ты что делаешь правильно чистишь селедку сейчас я вот здесь вот кусочек ой ой матюшки там сколько костей как вкусно это очень вкусно ну что же вспоминаем и ейной мордой мне в харю тыкало я перед тем как чистить селедку всегда его вспоминаю чтобы вспомнить откуда начинать чистить шкурку у селедки как только скажешь себе хоть вслух хоть в уме и ейной мордой мне в харю тыкало сразу вспоминаю что чистить надо от головы лайфхак кто тоже как я может забыть так мне нужно промыть отключаюсь первую селедку я разделала самостоятельно ну ну просто но мне неловко было это все делать ну как бы первый раз и для видео оба оба селедка она обе оба сельдя оказались мужчинами я знаю что эти вещи считаются даже деликатесными но я их даже и нет в мыслях даже оставлять потому что ну в общем икра и крой а вот эти вот вещи и я например ну я не знаю мне кажется что я даже не пробовала никогда потому что мне они кажется даже на вид отвратительными не то чтобы попробовать какие они на вкус и вот ей на ихарю мне в морду тыкало я пытаюсь снять чулочком как и на первой рыбе у меня точно так же не снимается ничего чулочком а еще вот этой второй рыбине при укладывании для засолки я еще и хребет сломала поэтому это у меня вообще инвалид да умею я конечно не поготовить так хоть повеселиться а вот видите все таки снялась шкурка со второй рыбины сейчас надо будет перекладывать в другую емкость потому что ой все как всегда не умею я на глаз определять какие емкости мне нужны оказалось что я все думала боже мой две рыбины это же так много так много поэтому я девятьсот миллиметровую банку от капусты подготовила на самом деле тут я не знаю наверное граммов ой не буду я прибирать ну уже ведь сказала что не умею я на глаз определять в общем и половины банки не будет ну вот в принципе у меня чистится пока неплохо я даже не ожидала что в селедке столько костей ну чё ну привыкли мы уже за последнее время к пресервам и я уже забыла что в селедке а селедка это морская рыба но это же морская рыба да откуда столько костей то это я ничего не буду сохранять безжалостно вот так вот отрежу это нарезаю ой костей на маленькие вот такие вот совершенно не люблю я большие куски заодно и кости прекрасно видны и вынуть их можно ой ой надо же в хвосте сколько костей да ну в принципе я вот даже в руку беру эти косточки какие то они какие то странные неощутимые ну полторы где то еще вот она косточка полторы рыбинки и сейчас вот самое сложное конечно отодрать вот этот хребет от второй половины я помню я не знаю пару лет назад что ли смотрела ролик как почистить селедку от костей что-то там вот так вот взять провернуть тут как-то хвост напополам потом провернуть и типа филе отделится от хребта а хребет останется я так хохотала когда мне мой приятель у меня есть очень хороший приятель это это россия но это очень виртуальный приятель вот он тоже насмотрелся этого ха 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 ролика ха 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 а он любит готовить и говорит а че ж я вообще лох что ли сижу колупаю с этим с пинцетиком с с костями сейчас раз раз ха 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 и рассказывает раз раз вся кухня в селедке он в селедке ха 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 поэтому я как то так по стариночке по стариночке ха 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 пусть сама в селедке но хоть кухня не в селедке тем более что я сегодня опять кухню мыла потому что ну я не знаю и не только кухню квартиру убирала с утра но потому что вот мелкая у меня появилась меняешь когда пеленки на свежие то сразу желание возникает пол помыть а раз уж пол помыл то и пропылесосить надо раз уж пропылесосил то и пыль протереть я права я права потому что не понимаю как это допустим но вот просто пропылесосить да а смысл или просто протереть но может быть это из-за того что у меня квартира маленькая а если бы в большой квартире то можно было бы убрать только места где она в общем то и другое у меня так не получается тем более что вот хоть я уже и как это вот правильно сказать уменьшила количество пеленок до раз два до трех вот я сегодня ходила за кефиром кстати я ходила за кефиром в плаще у нас весна я сняла пальто да у нас весна ура ура ну вот я разделала видите я сняла эту пленку ну хотя бы стол не мыть да вот столько у меня отходов их я сразу мой выкидываю вечером надо не забыть мусор вынести а то будет как у меня приятель тоже говорил я говорю это плохая примета мусор выносить на ночь а он говорит а еще хуже примета когда с утра будет вонять в квартире все мою руки ну вот пленку убрала доску вымыла кстати все помнят что от рыбы мы отмываемся ледяной водой а ни в коем случае не горячей потому что не знаю почему но прекрасно знаю что холодная вода отмывает полностью запах рыбьего жира а пахнет у нас не рыба а жир содержащийся в ней так вот холодная вода полностью ликвидирует холодная вода с мылом полностью ликвидирует этот запах вот у меня сколько получилось селедки из двух рыб не знаю сколько это не взвешивала да и ни к чему приготовила лук это тот и другой салат не просто у меня была одна белая луковица одна синяя луковица это лук сладкий пресервы свои собственно я буду делать на основе уксусной кислоты конечно неплохо был уксус но у меня его нету и к сожалению придется добавить подсолнечное масло потому что вы знаете что без масла хранится не будет что мы будем делать мы будем добавлять слоями лук рыба лук кстати я в таком виде лук очень люблю поэтому не жалею его лук рыба ой костеряшка еще одна еще две косточки нашла и в конце лук почему так много и плотно но потому что все это усядет и будет примерно столько сколько надо а еще это очень хорошо потому что придется заправки для пресервы делать немного все руки сполоснула теперь первым делом наливаем эссенцию это эссенция 70 процентная ну вы знаете я уксус люблю поэтому вы сами по своему вкусу ориентируйтесь добавляем воды пробуем вкусно очень но мне кисленько и я просто вот так вот ну как бы ну плесканула до масло масло никогда в жизни не размещается с водой и пытаемся понять хватит или не хватит скорее всего ну цыпанько ну покажи сколько тебе там не хватило придется еще одну дозочку делать уксус вода маслечко масло много не бахайте но там и так уже селедки рыбий жир все видно нет видно все уже фу-фу-фу какая гадость все закрываю в холодильник завтра будем кушать помните да я кефир поставила отстаиваться чтобы сделать соус для винегрета и будет у нас с вами счастье винегрет с селедкой так насчет чего я хотела поговорить насчет того что наверное я задумаю наверное я задумаю сделать очередной точно такой же с которого я начинала но не диетический марафон а марафон примерно на месяц для того чтобы контролировать себя сейчас у меня не получается самоконтроль вот когда я записывала все на видео я не могла как бы профилонить и что-то не сделать потому что вот я такой ответственный человек перед другими людьми но перед самой собой я всегда найду для себя оправдание и последнее время особенно вот с появлением щенка то есть у меня появился у меня появилась возможность себя постоянно оправдывать то тем то этим то пятым то десятым то я не выспалась то там я переживала то еще что вот допустим сегодня конкретно возьмем сегодняшний день я не позавтракала а помните я вам сама рассказывала что если вам не удалось позавтракать в определенное время назначенное расписанием значит лучше от завтрака отказаться да я от завтрака отказалась но тем не менее часов 12 меня так прижала тем более что проснулась я не в 8 утра по будильнику а где-то на час-полтора пораньше я еще и сон себе уже нарушила потому что то попозже засижусь то у меня какие-то ну я не знаю там мысли или что еще но это все оправдание честное слово вот мне пришлось пообедать в 12 потому что голодать нельзя иначе потом переезд и вот уже половина девятого вечера а я есть пока не хочу значит меня прижмет где-то в 12 в час ночи и вот я из-за этого всего решила что не устроит ли мне снова марафон но марафон не по еде а марафон по расписанию жизни допустим вот у меня как в планах я составлю себе режим дня пока не знаю во сколько пробуждения через несколько дней мне уже пора выходить с собачонкой на первую прогулку еще я давным-давно вам собираюсь показать утреннюю гимнастику по даотской технике которую я делаю для себя и которая я думаю пригодится очень многим и составить режим дня и выполнять его собственно говоря на камеру но я не говорю что от сих до сих типа я пошла купаться я пошла писать но хотя бы какие-то наметки фиксировать и выкладывать не знаю будет ли это кому-нибудь полезно но с другой стороны скоро май месяц я пока ну как бы не особо довольна своими результатами они есть они есть неплохие но так как у меня некоторые вещи как по моему взгляду недостаточно активные я начала то есть знаете как бывает в начале состояние эйфории вау 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 а потом опять начинается недовольство собой здесь плохо тут плохо там плохо в этом плохо и в этом плохо я знаю что без режима дня мне не достичь тех результатов которые я хочу поэтому вот я и собираюсь наверное может с конца апреля почему с конца апреля ну потому что мы с дочкой будем участвовать в в в в в забыла как это насколько это называется в в в забыла как это называется Сейчас секунду все я успела вообще все сделать очень быстро кстати я всегда убираю всю испачканную посуду не потом а в процессе иначе когда я все доделаю у меня будет в раковине валяться тонна посуды я могу так сказать скукожиться и в общем словить депрессию из-за того что мне не охота это ничего делать поэтому я все делаю быстро сразу даже когда готовлю не для видео а сама для себя сейчас вот нарежу один желудочек это ужасная мерзость я не знаю в ней в нем в нем да очень много всякого вот постороннего и я стараюсь тут вот вырезать то что наверное считается мясом столе и для чего я хотела последний оставить последнее включение оставить для того чтобы рассказать как я себя чувствовала после вчерашнего массажа я там уже в тексте сказала что у меня начало гореть лицо поэтому я его даже увлажняющим кремом помазала чтобы снять вот это вот горение утром я при приснулась проснулась без каких-либо неприятных ощущений на лице и засыпала я без неприятных ощущений на лице то есть вот этот крем увлажняющий он снял какие-то вот неприятные эффекты прекрасно себя чувствую с утра было приятно трогать кожу она была такая какая-то нежненькая то есть но мне понравился эффект хоть он визуально конечно один сеанс ничего не видно тем более без всяких усилителей надо попробовать все-таки с усилителями надеюсь что я тоже для вас сниму сеанс с усилителем и расскажу потом как будет как какой эффект будет после этого вот на этом все у меня осталось еще поставить варить курицу завтра мы поедем с дочкой в магазин мы едем магазин по средам у меня написан список я вам показывала простите не могу хриплю для отдела заморозки надеюсь поснимаю но не думаю что завтра будет большое длинное видео потому что у меня какой-то раздрай в душе я вот сейчас обдумываю активно тему что стоит ли мне все-таки снимать очередной мой личностный марафон на который я приглашаю всех но тем не менее он же все равно мой личный марафон правда поэтому у меня мысли 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 но видео я обязательно выложу поэтому друзья мои всем приятного вечера у нас теплым у меня балкон открыт несмотря на мелкую в комнате открыта форточка потому что у меня такая квартира что нельзя открыть сразу два два проема да да правильно сказала а то будет сквозняк потому что у меня оба окна на одной стороне и так получается что или сквозняк и хлопает оконная рама или просто ничего не дует и как воздух стоит мертвым грузом сегодня вот именно хлопает рама поэтому обидно но проветривается только на кухне все друзья сходите погуляйте я была час схватила эту мелкую и пошла бы с ней шандарахаться на улице но к сожалению пока еще не могу я не дана таблетка от клещей наверное я завтра и эту таблетку скормлю чтобы через три дня пойти с ней погулять вот а так мне приходится по больше времени проводить дома потому что она плохо относится когда ее оставляют одну она сильно обижается все друзья до завтра хорошего вечера хорошего настроения и как всегда улыбайтесь оставляйтесь 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 оставляйтесь